Все больше и больше людей открывают брокерские счета. За последний год их уже стало в районе 15 миллионов сейчас. Что это значит? Это значит, что массы людей начинают инвестировать, начинают открывать брокерские счета. И первый вопрос, который у них встает, это как выбрать нормального брокера. Люди, которые уже открыли брокерские счета давно, которые самые первые, они достаточно грамотные, они разбираются в этом деле. А сейчас люди, которые идут, это огромные массы, которые вообще об этом ничего не знают. Можно сказать, что они просто чайники в этом деле. И они очень сильно боятся, естественно, вопасть на мошенников, которых тоже очень-очень много. Недавно я снимал видео о том, что брокерский счет это намного надежнее, чем банковский счет. В этом видео главный критерий обозначен это первое самое. Выбирайте брокера, который имеет лицензию и центробанка, и дает доступ к торгам на московской бирже. Там наверняка вы не попадете на мошенника. Там наверняка будет, скорее всего, нормальный брокер. И в конце этого видео прошлого, там есть ссылочка в описании на список тех брокеров, которые дают доступ к московской бирже. И если у вас есть сомнения в том брокере, который вы уже открыли, у которого вы уже открыли брокерский счет, вы можете просто скачать эту таблицу и проверить, есть ли там ваш брокер. Но что я могу сказать, что на московской бирже, доступ к торгам на московской бирже дают примерно 300 брокерских компаний. И вот надо выбирать среди них, но как же выбирать среди них? На самом деле выбор не так сильно велик, потому что из этих 300 компаний приблизительно, можно большую часть, больше чем 2 трети отбросить сразу. По какому признаку? Смотрите, все абсолютно брокерские компании, они входят в какие-то крупные структуры, потому что это крупные финансовые организации, и очень многие брокерские компании входят в какие-то крупные финансовые группы, которые помогают решать вопросы брокерского обслуживания своим учредителям, своим хозяевам, тем, кому они принадлежат. То есть, грубо говоря, олигархам. Но так как мы с вами не являемся олигархами, то нас это не интересует. Ну какие там вопросы, продажи валютной выручки, слияние поглощения и так далее, какие-то такие крупные вопросы. И у них просто узкие специалисты, и им не нужны просто другие люди. Поэтому большая часть из этих брокерских компаний сразу отбрасывается. И сейчас я хочу рассмотреть несколько компаний, все, кого я буду упоминать, абсолютно надежные. Это вот я гарантирую просто. И их будет не так много. Следующий критерий, по которым мы будем рассматривать, который мы будем определять, это традиционные брокеры и новые брокеры. Давайте будем выбирать какую компанию. Ну, компанию, которая работает давно, для которых работа в качестве брокера является основной, и которой доверяют огромное число людей. То есть, традиционные компании брокерские. Их уже не так много. Сейчас я их перечислю. Это Открытие, БКС, Финам, Атон. Ну, может быть, еще какие-то. Я еще туда хотел бы добавить. И TI компанию, и TI брокер. Она работает давно, и мне кажется, что сейчас она очень активно пытается развиваться. Так как эти компании работают давно, у них наверняка уже создан какой-то сервис, который помогает сделать нашу работу с ними легкой. Скорее всего, там есть система по обслуживанию клиентов и так далее. Но, с другой стороны, появляются новые брокерские компании, которые активно пытаются привлечь к себе новых клиентов. И очень даже может быть, что эти старые, они уже забронзовели, как говорится, а новые предоставляют лучшие условия и более удобный сервис. Вполне может быть, поэтому давайте рассмотрим и их тоже. Какие новые компании я предлагаю рассмотреть? Это компании, которые появились от крупных банков. Они очень активно развиваются в этом направлении. Дело в том, что банковские вклады уже теряют привлекательность, уже они не так привлекательны. И поэтому крупные банки начинают открывать свои инвестиционные подразделения и предлагают своим клиентам стать инвесторами. Это такие банки, как прежде всего Сбербанк, сейчас Сбербанк называется Тинькофф, ВТБ, Альфа. Вот их мы рассмотрим. Есть еще один момент такой интересный. Может быть, у вас есть какие-то специфические требования. Ну, например, вы не являетесь гражданином России и не проживаете постоянно в России. Где-нибудь в Казахстане, в Белоруссии или где-то еще. Тогда у вас выбор, в общем-то, практически сужается очень сильно. И я думаю, что очень может быть, что для вас самым оптимальным выбором будет компания Freedom Finance. Это международная компания, которая предоставляет доступ к разным площадкам, в том числе к российской. Она имеет филиалы точно в Казахстане, по-моему, в Белоруссии. Где еще, не знаю, посмотрите. Freedom Finance. Возможно, для вас это выбор, но так как моя основная аудитория, ну, по крайней мере, проживает в России постоянно, то следующие будут уже чисто для российских граждан или для тех, кто постоянно не граждане, которые постоянно проживают в России. Если вы не гражданин России, но постоянно проживаете в России на законных основаниях, то у вас выбор невелик, значит, это мой брокер, брокер Открытия. Я сразу могу сказать, что у меня брокерский счет основной в брокере Открытия. Брокер Открытия позволяет иностранцам, негражданам России, проживающим постоянно в России, открывать брокерские счета. У меня уже есть клиенты, которые граждане Казахстана, Белоруссии, Украины, которые открыли брокерские счета. Ну, возможно, есть еще граждане Таджикистана, Армении и так далее. Здесь я просто не знаю, но точно знаю, что есть вот из этих стран. И, например, они пытались обращаться в Тинькофф. Говорят, Тинькофф просто говорит, нет, мы не открываем негражданам России открытие, точно открыть может. Но для этого нужен личный визит к брокеру с определенным набором документов. Обратитесь ко мне, если хотите, то я вам подскажу. Теперь далее. Идем далее. Смотрите, есть брокеры, которые предоставляют какие-то уникальные услуги, которые не предоставляют другие. И если вы идете к ним за поиском, вот если вас интересуют именно эти услуги, то у вас, опять же, вариантов немного. Ну, например, если вас интересует алгоритмическая торговля, создание роботов, то вроде бы, вроде бы, Альфа Директ, подразделение Альфа Банка специализируется на этом. По крайней мере, то, что я смотрел, у них очень неплохие тарифы на брокерское обслуживание. Но у Альфа Директ ограниченный набор инструментов, во-первых. Во-вторых, ну, то есть, они не дают доступ к опционам, которыми я занимаюсь, во-первых. А во-вторых, у Альфа Директ нет терминала КВИК. У них есть свой собственный терминал, в котором, собственно, они предлагают заниматься роботизированной торговлей. И он очень необычный, прямо скажем, очень непривычный. Но именно вот роботизированная торговля и создание роботов, это то, что они предлагают. И, по-моему, там лучшие условия, насколько я понял, по крайней мере. У меня открыт счет в Альфа Директ, но я там активно пока не занимался. Теперь следующий, значит, специфический брокер, это традиционный брокер, универсальный брокер. Финам дает доступ ко всем инструментам абсолютно. И на чем он специализируется, Финам, это на... Ну, то есть, он универсальный брокер, дает все, но у него есть одна фишечка. Это стратегии автоследования, которых пока, пока, ну, у других брокеров не так сильно развито. Тиньков тоже пытается сделать автоследование сейчас, открытие тоже собирается вводить автоследование. Ну, пока у Финама это лучше всего сделано. И это очень дорого, сразу могу сказать, там по комиссиям. Мне это не очень нравится, не очень подошло. Но если вас интересует автоследование, то вам к Финаму. Почему мне не нравится Финам? Потому что там очень интересная такая политика с комиссиями, с тарифами, с обслуживанием. Дело в том, что когда вы только открываете брокерский счет, у вас вот такой вот тариф на месяц сдается, очень хороший. А потом почему-то они автоматически переводят на тариф дневной, в котором комиссии забубенные. И там очень трудно понять, разобраться в этих тарифах. И тут единственное, что вы видите, что, блин, почему-то денег за обслуживание дерут какое-то огромное количество. И вы начинаете разбираться, и оказывается, что вот там такая политика, что там можно выбрать, оказывается, нормальный тариф. Но чтобы его выбрать, надо очень здорово повозиться. Мне это не нравится, откровенно говоря. И поэтому я перестал с ними работать, хотя брокерский счет у брокера Финам у меня открыт. Я пытался там работать. Но еще я могу добавить, единственное, что где у вас особого варианта нет, наверное, это, скажем, если у вас или у ваших родственников есть какие-то акции, или они достались вам по наследству. Вот какой-нибудь компанией типа Газпром или Рао ЕС была. И эти компании своим сотрудникам давали акции какие-то, то, в общем, почти наверняка, почти наверняка эти акции давались вам через брокера АТОН. И если вы относитесь к этой категории, то, скорее всего, у вас уже открыт где-то брокерский счет. У брокера АТОН надо обратиться туда и узнать, что там. У брокера АТОН это крупный брокер, традиционный брокер. Насчет комиссии я ничего не могу сказать. Дело в том, что я, когда заходил на сайт, я смотрю, они там, в общем-то, направлены на крупных клиентов в основном. Предоставляют, стараются, по крайней мере, найти очень крупных клиентов, очень богатых, что, естественно, вполне. Вот. Ну, АТОН очень вполне достойный брокер. Еще один брокер, который сейчас очень активно развивается, это ICI или ITI. Вот. Я вижу очень много информации, очень качественной. Мне кажется, там комиссии очень низкие. Но, кроме этого, я ничего не могу сказать про этого брокера. Но, что я могу сказать про Тинькова. Тиньков лидер в инновациях. Тиньков лидер в новых технологиях. И Тиньков это крупнейший банк. Естественно, он привлекает, во-первых, среди своих клиентов Тиньков банка. И он дает очень хорошее обслуживание, вот вообще, для своих клиентов. Прямо вот очень классное. У него очень классное приложение. Он лидер в этом деле. И у Тинькова есть очень хорошие сервисы, которых нет у других. Но у Тинькова есть ограничения. Дело в том, что Тиньков дает доступ не ко всем инструментам. У Тинькова точно нет опционов. Срочный рынок появился недавно. И на срочном рынке есть только фьючерсы. И торговать можно исключительно через приложение банка Тиньков. Которое очень хорошее. Но, в общем-то, для трейдинга, для спекуляций, для скальпинга это приложение, прямо скажем, подходит не очень. Вот прямо скажем, не очень. Но зато, если вы хотите инвестировать в какие-то фонды ЕТФ, или вообще не хотите заморачиваться на этом деле, то для вас есть такие прекрасные сервисы у Тиньков, как Инвестиционная копилка. Очень рекомендую. И у Тинькова есть, ну, как и у всех остальных брокеров, есть, естественно, свои фонды типа ПИФов. Ну, вот у Тинькова очень хорошие ПИФы есть. И Тиньков, по-моему, единственный, кто предлагает свои ПИФы без комиссии купить. И в описании к моему видео вы увидите ссылочку на Тиньков. Если вы зарегистрируете счет у Тинькова инвестиции, то вам будет дополнительный бонус. Там что-то месяц или три бесплатного обслуживания, там что-то еще, какие-то подарки. Вот, поэтому перейдите, если вы хотите, у Тинькова. Итак, значит, остаются дальше Сбер, ВТБ и открытие БКС. Ну, давайте начнем со Сбера, потому что он мне не очень нравится. Дело в том, что Сбер – это крупнейший банк. И люди, которые стремятся к надежности, по крайней мере, они понимают, что Сбер – это надежно. И они ищут надежности прежде всего. И, в принципе, Сбер инвестиции создал очень хороший, в принципе, сервис. Они недавно появились, недавно стали заниматься инвестициями, ну, не очень давно, по крайней мере. Они поступили просто, это крупнейший банк, они просто взяли и купили крупнейшую и самую лучшую на тот момент инвестиционную компанию «Тройка Диалог». И, собственно говоря, на ее основе стали развивать предложения инвестиционные. У них очень неплохое приложение, у них очень неплохие тарифы. Но почему мне не нравится Сбер? Ну, у меня даже нет счета в Сбербанке. Почему? Потому что, ну, во-первых, вот эти вот звонилки всякие, мошенники, они, так сказать, как бы все-все, это самое, на Сбербанк заточены, потому что, ну, у всех есть Сбербанк. Наверное, я такой один из немногих, у кого нет просто счета даже в Сбербанке. Вот, это первое, значит. И второе, Сбербанк, он немножечко патриотический, что я имею в виду? Ну, он очень, так сказать, большая доля государства, поэтому Сбербанк говорит. Да, и для Сбербанка основная деятельность – это все-таки банковская деятельность. Поэтому Сбербанк говорит, что доступ вам нужен на валютный рынок. Если вам нужны доллары, идите в банки и купите. То есть доступ на валютный рынок там то ли отсутствует, то ли ограничен, то ли там комиссии забубенные, короче говоря, на валютном рынке там делать нечего. Кроме того, Сбербанк дает достаточно ограниченный круг инструментов среди финансовых, среди иностранных компаний, вот, и абсолютно не дает доступа к опционам. Срочный рынок там есть, в принципе, тарифы там неплохие, но из минусов еще Сбербанка, то, что мне не нравится, это техническая поддержка. Дело в том, что Сбербанк – это крупнейший банк, и он привлекает огромное число новых клиентов за счет своих старых клиентов, но он не успевает их обслуживать, потому что для того, чтобы обслуживать новых клиентов, он набирает огромное количество новых специалистов вот в эти области, и эти специалисты, они, ну, если честно, не очень-то специалисты. То есть, во-первых, внятную консультацию получить достаточно сложно в Сбербанке у техподдержки, и даже если вы туда ухитрились пробиться, вот, и часто там просто, ну, не специалисты, грубо говоря. Вот так вот. Что я не могу сказать о Тинькове? Тиньков вообще молодцы. Тоже новый банк, тоже привлекает огромное количество клиентов, но по техподдержке. У Тинькова дозвониться моментально, и у Тинькова очень хитрая система с техподдержкой. У них узкая специализация, и есть узкие специалисты, которые решают вот именно тот вопрос, который вам нужен, и решают они его качественно. Но решают только вот один вопрос. Поэтому, когда вы звоните в службу техподдержки, вы дозваниваетесь туда моментально, формулируете вопрос, вас соединяют с нужным специалистом, нужной квалификацией, и вы получаете хорошую квалифицированную помощь. Точно так же сейчас пытаются сделать и открытие. Ну, мне кажется, у открытия, ну, они стараются, по крайней мере. Открытие тоже огромный брокер, это вот много всего там. Вот. Теперь дальше остаются БКС, ВТБ и открытие. Ну, я могу сразу сказать, что у меня счет в открытии. Я там давно, когда я открывал брокерский счет у открытия, тогда еще не было ВТБ, не было Тинькова и вообще, так сказать, много кого не было. Вот. То есть, выбор был у меня БКС, открытие. ВТБ тогда тоже не было еще. И был Финам. Ну, Финам я уже сказал, что мне не понравился. БКС тогда был более-менее агрессивный. И у меня брокерский счет в открытии. Сейчас БКС очень сильно изменился. Если вам не нравится по каким-то причинам открытие, пожалуйста, ВТБ или БКС на выбор. И, может быть, у вас открыт просто банковский счет ВТБ, ну, тогда, наверное, вам ВТБ больше подойдет. Вот. Что еще я могу сказать насчет инструментов? Самый большой набор инструментов именно у этих брокеров. БКС, открытие ВТБ. Самый большой набор. Все они дают доступ к опционной торговле, все они дают доступ к терминалу биржевому КВИК, примерно одинаковые комиссии. У открытия комиссии все-таки будут немножечко пониже на срочном рынке, но настолько непринципиально, что, в общем сказать, это не может являться, наверное, главным критерием. То есть, если вам не нравится открытие, пожалуйста, выбирайте примерно ВТБ или БКС то же самое. Но еще один неубиенный аргумент в пользу открытия. Дело в том, что вы сейчас смотрите именно мое видео, и у меня счет именно в открытии, я там давно. И если у вас возникнут вопросы, если вы решитесь, ну, где-то хотите поинтересоваться, то, во-первых, обращайтесь ко мне с открытием. Я помогу с ВТБ точно вряд ли, помогу из БКС. То есть, я вам смогу помочь именно с брокером открытия. Я там давно, более того, значит, благодаря мне в открытие пришло, ну, более тысячи людей. Дело в том, что я являюсь автором одного из лучших курсов для чайников, биржа для чайников и курс по опционам. Это для начинающих инвесторов, которые прошли эти курсы. Их прошли уже более тысячи человек, они все благодарны мне. И именно поэтому я рекомендую, да, и там все примеры именно на брокере открытия. Вы можете перейти по ссылочке вон там, либо там, как открыть брокерский счет, у брокера открытия перейдете на мой сайт. Абсолютно бесплатно вы сможете получить массу информации, ну, а отблагодарить меня вы можете просто каким образом. Если вы откроете брокерский счет в открытии, то открытие отблагодарит меня просто, потому что там есть моя ссылка. Вот, собственно говоря, все варианты. Итак, у нас выбор совсем небольшой. Я надеюсь, что это видео поможет вам. Переходите по ссылочкам, про которые я говорил, и оставайтесь на моем канале. Я рассказываю для чайников очень большую информацию. Более того, я сейчас собираюсь переписывать курс биржи для чайников, сделать его более компактным, разбить его на какие-то части. Поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас лайк, подписка и до встречи. С вами был Деменков.